Всем доброе утро! Сегодня у нас среда и по традиции эфир со мной. Будем рассматривать сегодня гелевую систему. Покажу новинки, новые гели, которые у нас вышли с таким эффектом неоново-постельные. Вот такие. Очень красивые, яркие. И сегодня будет эфир про маленькие нюансы работы, скажем так. Мы будем проверять их на эластичность, жесткость. Мы будем смотреть, как они держат арку и будем смотреть, как они наносятся на ногтевую пластину. Будет простое укрепление, но тем не менее в рамках этого укрепления коротенький ноготочек будет, но мы все с вами посмотрим. Всем здравствуйте! Сразу хочу предупредить, что возможно сегодня во время эфира может быть шумно. К сожалению, это от меня не зависит, потому что соседние арендаторы у нас делают ремонт. Связи с ними не было. Предупредить никто не предупредил. Поэтому заранее извиняюсь за это. Вот. Возможно, будет шумно. Но, по крайней мере, я постараюсь вам все подробно и четко показать. Вот. Так. Ну что же. У нас сегодня прямой эфир про гели, про новинки. Прямой эфир про гели, которые у нас прям летние такие классные цветные яркие, очень плотные. Они подходят для наращивания, моделирования на верхние и нижние формы. Также они подходят у нас для укрепления, для коррекций. В общем, универсальные. Это неоновая коллекция из четырех цветов. И будем с вами все смотреть. Я их уже выкрасила на типсы. Покажу и проверим их на жесткость, на эластичность. Давайте я пока представлюсь. Меня зовут Юлия Бабушкина. Я инструктор по маникюру и моделированию ногтей в городе Воронеж. И также творческий партнер компании Эми. Переворачиваю сейчас камеру и будем с вами уже, не теряя время, пока у нас тишина, пока все хорошо слышно, буду вам все показывать. Так. Вот такие красавчики. Сейчас вам покажу. Я здесь их выкрасила уже и глянцевым, и матовым топом сразу половинками, чтобы вам было видно. И понятно, как это будет смотреться под глянцевым и матовым топом. Здесь на типсах моделирующий слой. Вот здесь мы можем видеть как раз их плотность. Они очень хорошо перекрывают. И давайте рассмотрим их уже именно в баночках. Они вышли в баночках пока вот такие вот по 15 миллилитров. И будем с вами смотреть. Фокси. Это вот такой вот яркий, оранжевый, но тем не менее, все-таки с ноткой постели. Вот так он будет выглядеть. В матовом и в глянце. По консистенции они все одинаковые будут. Они будут примерно такой средней консистенции, чуть ниже даже. Вот начинается у нас, конечно, шум. Очень легко самовыравниваются, моделируются. Следующий оттенок Ридли. Добрый день, добрый день. Еще раз прошу прощения. Может быть сегодня шумно, к сожалению. Ридли. Вот такой вот фиолетовый, я бы сказала, да, такой оттенок. Вот так он будет смотреться в матовом и в глянце. Здравствуйте, всем здравствуйте. По консистенции то же самое. То есть вот, смотрите, он очень хорошо выравнивается. Консистенция, ну такая, средний, чуть ниже средний. Но при этом они комфортные, они не текут. Я их уже попробовала в работе. Дальше. Чикигель розовый. У нас уже есть в линейке розовый тоже оттенок, но они все-таки разные. Так. Вот так это будет выглядеть у нас в глянце и в матовом. Это чикигель. Я, кстати, сейчас могу вам показать, как выглядит у нас другой розовый гель. Чтобы вы сравнили. Это два разных геля совершенно. Смотрите, у нас есть вот такой вот розовый гель. И он холодный. Он холодный и не неоновый. А новый гель, он неоновый. Чикигель. Вот разница. Чтобы вы понимали, что это два разных геля. Так, дальше. Последний. Мне кажется, фееричный просто. Вот такой вот яркий, классный. Он, я не знаю даже цвет такой, неоново-коралловый какой-то фейри называется. И вот так он будет выглядеть у нас в матовом и в глянце. Тоже очень красивый цвет. Вот такие четыре цвета. Плотные, высокопигментированные оттенки. Самомоделируются. Требуют минимального опила. Не растекаются. Держат форму. И они идеальны для работы с верхними и нижними формами. Давайте сейчас с вами их проверим на эластичность и жесткость. Это два самых таких важных момента в работе мастера. Здравствуйте, все цвета шикарные. Пробовала классные. Но консистенция тоже очень хорошая. Да, да, мне тоже уже понравились. Я попробовала. Так, тестировать мы с вами их будем просто на формах. Я сейчас подниму немножечко повыше. Вот так. Для чего нам нужно их протестировать? У нас очень много всяких гелей, да. И каждому клиенту мы стараемся подобрать какой-то оптимальный вариант, который хорошо будет стоять именно на его ногтях. Некоторые ногти очень слабые, тонкие. Некоторые плотные. Кому-то нужно исправить архитектуру, поднять клюющий. Кому-то нужно наоборот арочку из трапеции, да. Из трапеции сделать более арочный узкий ноготь путем поджатия. И мы должны понимать с вами, какие свойства у нас в гелях. Зачем я его отклеила? Нам не надо его отклеивать совершенно. Так, ну что же, давайте проверять. Они, в принципе, абсолютно одинаковые будут. Поэтому мы возьмем с вами сейчас один, например, вот этот яркий, классный фейри. И на нем все это посмотрим. Главное, чтобы они, ну такой самый идеальный гель, так вам скажу, чтобы он был в тонком нанесении эластичный и в толстом нанесении жесткий, держал арку, не разжимался после последующей просушки. Да, это будет идеальный вариант. Наносим на форму, пошире прям в тонком нанесении. И обратите внимание, видите, он такой вот достаточно прозрачный в тонком нанесении. Это значит, что переход от кутикулы к свободному краю, да, вот сейчас очень важно, чтобы это было плавное отрастание, и все больше и больше мы уходим от плотности цвета кутикулы, да, и нам важно, чтобы очень плавное было отрастание. Вот как раз мы можем здесь наблюдать, что в тонком нанесении он достаточно прозрачный, и мы можем его очень хорошо как раз положить с вот этим вот плавным отрастанием. И следующую каплю чуть ниже я буду выкладывать уже более плотную. Прям в толстенький слой. В толстый слой уже более плотно смотрится. Прям пошире возьму, чтобы мне было удобно это сгибать. И сейчас отправлю буквально секунд на 15, давайте даже 30. Смотрите, они очень пигментированные гелем, поэтому из-за пигмента могут не до конца просыхать на 15-20 секунде. Это нужно учитывать. Особенно если у нас лампы не эми и, ну, такие достаточно, чтобы бюджетные, да, те же саны, в них будет хуже просыхать. Поэтому обязательно старайтесь, чтобы у вас материал просыхал до конца, не меньше двух минут. Так, ну что же, снимаю сейчас с подложечки. Вот 30 секунд я просушила. Смотрите, подложка у меня чистенькая. И начинаю потихонечку сжимать их. Конечно же, видите, тот, который у меня в тонком нанесении легко гнется, а тот, который в толстом нанесении не очень. То есть я с трудом его сжимаю. Даже 30 секунд все-таки многовато было. Подержим, дадим ему остыть. Шумно, шумно, девчонки, я знаю. Ну, извините, не от меня зависит, к сожалению. Так, ну что же. Нам нужно, чтобы он остыл в том состоянии, в котором мы его хотим видеть. Когда мы поджимаем арочку. 30 секунд все-таки было многовато. Нужно пробовать на 15-й. Вот. На 15-й в лампе Эми. Все. И также я его просушиваю. Еще. Дальше просушиваю. Отправила его на просушку. В лампу. Сейчас досушим его 2 минуточки. Вот. Мы сейчас с вами тестировали фейри. Вот такой яркий. Но они все будут абсолютно одинаковые по свойствам. Я их на самом деле уже проверила. Когда они только пришли ко мне, естественно, не устояло. Вот. И уже даже поработала на клиенте. Вот. Так что могу сказать, что они действительно в эластичном, вернее, в тонком слое эластичные. А в толстом слое достаточно жесткие. Ну, сейчас мы с вами посмотрим это. Вот. Что нам это дает? Эластичность, это значит, у кутикулы будет очень хорошо стоять, не будет давать отслоек. Потому что у кутикулы у нас, ну, такая мягкая, да, зона. И там жесткий материал будет давать отслойку. Так как у нас гель в тонком нанесении эластичный, он будет в этой зоне очень хорошо держаться. Вот. Если мы посмотрим на свободный край, там обычно мы укрепляем. Укрепляем. От зоны стресса до свободного края у нас идет укрепление, там уже толстые слои. И то, что гель держит арку, держит форму, достаточно жесткий, это нам тоже на руку в толстом нанесении. Сейчас потухнет лампа, и мы с вами уже посмотрим. Вот. Очень, конечно, неудобно. Прямой эфир у нас прям из-за этого не очень качественный получается, из-за этого шума. Так, ну, смотрим. Смотрите, здесь у меня они, вот, полностью она расправилась. Здесь осталось в арочке, ну, какую я смогла сжать, да. Вот. Если я вот начинаю нажимать, то, ну, он как бы немножечко прожимается, нажимается, но возвращается обратно, и мне прям, ну, вот, сложно это делать. Здесь же, в тонком нанесении, посмотрите, какой он эластичный. Просто я его гну в разные стороны, пожалуйста. Вот, вот это, о чем я говорила как раз. Остальные такие же по свойствам, мы их не будем тестировать. Сейчас сразу буду вам показывать уже на ноготочке. Подготовила ноготочек. Что мы с вами делаем? Во-первых, Во-первых, мы сейчас его зашлифуем. Здесь я уже сделала маникюр. Нам осталось только сделать укрепление. Сейчас мы новыми гелями будем с вами делать укрепление. Что я делаю? Сейчас я шлифую ногтевую пластину бафом. Этого будет достаточно. Я просто снимаю, скажем так, вот этот вот блеск с ногтевой пластины, не травмирую ее. Если плохо достаем в синусах и по боковым линиям, можно вот такими движениями все это поправить. Дальше я обезжириваю обычным обезжиривателем евроклинсер. И дальше будет стандартная подготовка. У нас нейлпреп, ультрабонд. То, чем мы пользуемся каждый раз в гелевом моделировании. Нейлпреп – это дегидратор. Он работает очень быстро на ногтевой пластине. Испаряется моментально. Позволяет вытянуть какую-то дополнительную влагу, которая у нас есть на ногтевой пластине. Допустим, гипергидроз. Но у меня его нет. У меня сухая и достаточно мягкая ногтевая пластина. Но, тем не менее, я, например, утром пользовалась лосьоном. Ручки тоже обрабатывала. И под кутикулу у нас может остатки именно косметических средств остаться. Вот нейлпреп очень хорошо их вытягивает. Вот. Также нейлпрепом, кстати, я пользуюсь при маникюре, то есть перед маникюром, чтобы птериги не был таким напитанным. Да, когда фрезаж забивается. Вот некоторым клиентам я прохожусь нейлпрепом. Место пудры. Я не очень люблю пудру. Я люблю вот именно так. Вот. И тогда фреза не забивается. Дальше мы с вами будем использовать ультрабонд. Это наш двухсторонний скотч. Очень хорошо вытираем об флакон кисточку и легкими движениями, таким заборчиком по всей ногтевой пластине проходимся. Даем ему остыть, вернее, высохнуть. Высохнуть буквально 30 секунд. Грубо говоря, мы с вами работаем конвейером, поэтому пока мы вторую наносим руку, на первую уже можно будет работать. Так. И дальше у нас идет база. Базу можно использовать под вид ногтевой пластины, либо супербонд гель, это гелевая база классическая, либо же базу гель-лак, бейс-гель. Они, в принципе, и та, и та будет хорошо удержаться, но я рекомендую на гипергидрозные ногти ставить бейс-гель, потому что это все-таки гель-лаковая система, мягкая, эластичная, пористая, она будет немножечко влагу на себя забирать. Вот. Потому что гель, он боится влаги. Супербонд гель – это для нормальных, нейтральных ногтевой пластины, да, или же сухой. Если ногтевая пластина возрастная, сухая, то тогда рекомендую супербонд гель, он будет стоять нейтрально абсолютно на ногтевой пластины, не будет пересушивать ее. Вот. Такой отличный вариант. Я обычно себе всегда супербонд гель ставлю, потому что у меня ногтевая пластина сама по себе сухая, тонкая, ломкая, вот. И травмировать ее гель-лаковыми покрытиями в долгую нет смысла, нецелесообразно. Так. Как наносим? Наносим обязательно средним слоем, никаким не втирающим. То есть, смотрите, первые движения вы можете делать втирающие. Для чего? Для того, чтобы наша база хорошо проникла между чешуйками. Вот такие вот дрожащие, да? Далее мы просто легонечко по поверхности проходимся, не убирая слой, а оставляя его наоборот. Для чего? Для того, чтобы у нас была не только сцепка, но и амортизация. Амортизация жесткого материала к эластичной ногтевой пластине. здесь достаточно минутки сушится. И дальше мы каким будем работать? Какой больше нравится? Какой хотите посмотреть в работе? Оранжевый, вот такой яркий, коралловый, розовый или сиреневый? Чем будем работать, девчонки? Пишите. Наша задача с вами... Сиреневый, здравствуйте, ярко-розовый. Так, ну сейчас все пойдет у нас. Сейчас какого будет больше, тем мы будем работать. Смотрите, ногтевая пластина у меня скрученная слегка, да? У меня не хватает вот здесь вот боковых стеночек. Немножечко вот здесь не хватает. И мы с вами постараемся сейчас это доделать. Можно пытаться сделать это в одну каплю, все. Но те девчонки, которые только-только знакомятся с гелем, им будет неудобно. Поэтому я покажу все-таки вариант, когда я чуть-чуть вот здесь вот дострою, а потом уже одной каплей буду формировать. Хорошо? Так, ну смотрите. Сиреневый, ярко-розовый. Я так понимаю, что вот этот, наверное, да? Все-таки тоже. И коралл это он же. Давайте ярким тогда и попробуем с вами. Давайте яркий попробуем. Так, не переживайте. Будет очень много мастер-классов еще с этими гелями, потому что они классные, яркие. И пока еще лето у нас идет, будем стараться с ними тоже делать какие-то мастер-классы. Вот, поэтому еще увидите их в работе. Так, что я сейчас сделаю? Сразу немножечко доложу вот здесь вот, буквально чуть-чуть по боковой линии. Когда докладываете, старайтесь, чтобы у вас не было наплыва да, вот здесь в верхней части. Здесь продублирую тоже. Почему? Потому что тогда вам второй слой будет сложно положить. Вытягиваю вот такими движениями. даже если он немножечко попал на валики. Ничего страшного. Потому что мы все равно его там опилим. Так, дальше возьму обычную кисточку. Вот такой вот овал номер 4, моя любимая. Какой же он сочный. Да, вообще суперский. Мне тоже очень нравится. Давайте я поближе покажу. Я здесь выкрасила сразу и в матовом половинку, и в глянцевом. То есть и так, и так он очень круто смотрится. И все. Теперь я делаю мокрый пол. Мокрый пол, тоненький. Старайтесь гель всегда укладывать с небольшим отступом от кутикулы. Очень плавно. Почему? Потому что, во-первых, может зайти за пределы базы, и у нас будет отслойка. А во-вторых, старайтесь, чтобы здесь прям полупрозрачная зона была. Так будет отрастать очень натурально и без ступеньки. И не будет вот этой вот резкой зоны срастания. Сейчас клиенты очень любят, когда у них плавно отрастает. Так, кладу теперь капельку. И потихонечку ее начинаю разравнивать. Тяну вниз. Основная часть у нас должна быть от середины к торцу. Почему? Потому что мы все-таки моделируем, а не выравниваем. Жесткий материал на торце должен быть у нас в укрепляющем слое. Чуть-чуть вот здесь вот я поправлю. Так, что я делаю? Я сейчас немножечко его переверну для того, чтобы у нас чуть-чуть он сцентровался. теперь переворачиваю переворачиваю обратно, беру тонкую кисть и вот такими движениями прорезывающими стягиваю его к торцу. заметьте, я форму вообще не пилила. Все, сушу. Не трогала форму. Почему? Потому что форму мы с вами будем делать немножко пекучей он, поэтому предупреждаем клиентов, даже немножко. Вот. мы будем с вами форму пилить уже именно во время опила. Почему? Потому что важно, чтобы у нас остался такой зазор, скажем так, в полтора-два миллиметра, чтобы мы могли сделать форму уже во время опила. Так она будет четче. У нас будет сформирована толщина именно на торце нужная и по боковым линиям. Если мы с вами сделаем форму начисто сразу при маникюре перед выкладкой материала, то при опиле нам либо больше придется убрать, либо у нас будут оголенные очень тонкие боковые линии и торец. Тогда у нас жесткий материал будет просто скалываться. Смотрите, пока он горячий, если ноготочек чуть-чуть широковат, допустим, я могу поджать вот так, либо щипцами, либо прищепочками. Если ноготь короткий, я рекомендую щипцы, но с ними чуть подольше, потому что с прищепочками мы можем просто отправить, скажем так, сразу досушиваться в лампу, а вот такие вот обратные пинцеты нам придется подержать и подождать, пока остынет. Для чего это нужно? Для чего я поджимаю? У нас немножечко уголочки уйдут чуть-чуть вовнутрь, вот здесь вот, и нам проще будет сделать форму, и плюс по боковым линиям у нас больше геля останется, но ноготь не будет широким. Я буду здесь делать овальную форму, я не буду здесь квадрат достраивать, потому что материал достаточно жидкий. Если нам нужно достроить квадрат, я бы взяла допустим гель желе и немного достроила углы, а потом уже работала бы вот этим гелем. То есть на достройку этот гель как таковой нет. доложить скрученную параллель, досушиваю обратно, вот, да, можно доложить скрученную параллель и работать дальше с промежуточной просушкой, но углы вы, конечно, не сделаете, потому что консистенция достаточно жидковата. Досушиваем и смотрите еще момент, допустим, если у нас возле кутикулы достаточно прозрачно и не очень плавный переход получился, потому что, например, цветными гелями, которые у нас из предыдущей коллекции, там розовый, сиреневый тоже, желтый есть, там они более прозрачные, не такие пигментированные, не такие сочные, там переход более плавный. Здесь из-за пигмента переход, да, есть, но я бы рекомендовала все-таки его сейчас немножечко еще подправить, то есть, смотрите, недостаточно равномерный. Я возьму и чуть-чуть, чуть-чуть пройдусь вот так, прокрашу. Все, он уже стал более ровный, более плавный. Так я его и оставлю. Сейчас досушим и будем с вами опиливать. Напомню, что я форму не трогала, именно сейчас мы ее будем формировать. Опил будет небольшой на самом деле, мы как раз торец будем пилить, немного параллели по поверхности достаточно будет просто зашлифовать. Может быть, немного свободный край. У кутикулы мы трогать вообще не будем с вами. Обезжириваю. Закрываю баночку. Вначале мы с вами проверяли этот гель. Кто не успел, сейчас еще раз покажу. толстая капля, но на 30 секунде вот так я ее смогла сжать, поэтому рекомендую все-таки чуть меньше брать, если нам нужно поджимать, чуть меньше сушить. Вот, достаточно жесткий в толстую каплю, прям прилагая усилия, немножечко прожимается, но возвращается обратно. И в тонком нанесении смотрите, очень эластично, один и тот же гель. Что нам это дает? Эластичность в тонком нанесении нам дает возможность как раз его поближе к кутикуле положить, насколько это возможно, да, и он будет здесь хорошо держаться, потому что эластичный, мягкая зона кутикулы, и гель не будет скалываться. А в толстом нанесении, да, это у нас от стрессовой зоны к свободному краю, здесь будет достаточно крепко. Вот так мы с вами проверяем гели для того, чтобы понимать, как с ними работать. Так, что я делаю? Ну, во-первых, смотрите, у меня вот здесь вот недостаточно ровно, вот я вот эту вот часть немножечко сейчас попилю, буквально чуть-чуть, сделаю ровную площадочку. теперь вот этот наплыл убираю и параллель. Здесь то, что мы достраивали и параллель. Скругляю, пилочка ровненько по отношению к ногтевой пластине. Здесь то же самое делаю. и теперь подставляю пилочку под свободный край в раскрытом состоянии и опиливаю овальную форму. у кутикулы я не трогаю. теперь все это шлифуем бафиком. Если у нас есть толщина по свободному краю лишняя, то мы ее можем немножечко с внутренней стороны подпилить. пилочка обязательно под свободный край. То есть не вот так мы убираем длину, а вот так. То есть мы чуть-чуть приподнимаем свободный край такими движениями. У нас гель выходит за пределы ногтевой пластины, что как раз способствует нам предотвращению отслойок. Если у нас гель и ноготь будет на одном уровне, то у нас с торца пойдут отслойки. помните, я вот такими движениями, вот так прорезывающими материал перегоняла к свободному краю. Вот здесь немножечко маленькая толщина есть. Это нормально, я специально так сделала для того, чтобы немножечко была возможность подпилить с внутренней стороны торец. Во-первых, он будет тоньше, более точеный, ну и плюс мы с вами еще и ноготочек чуть-чуть подпилим. буквально полный миллиметр этого будет достаточно. И он у нас не отслоится. вот такая естественная форма у нас получилась с вами. Я знаю, что не всем нравится, когда у нас вот такой сильный переход. Если не нравится, вы можете еще раз его перекрыть цветом, вот здесь вот как цветом, потому что он в тонком нанесении будет очень тоже хорошо. Вот давайте смотрите, тоже еще раз покажу. Но у меня клиенты, которые длину делают, им нормально. То есть они ходят с таким переходом очень хорошо. Особенно если мы этот переход какими-нибудь блестками декорируем. То есть как цветом чуть-чуть ближе. Главное помните, что за пределы базы выходить нельзя. Толщину мы не создадим, мы просто создадим чуть-чуть поплотнее покрытие. За счет того, что гель эластичный, да, он здесь будет хорошо держаться. И сушим. Можно еще просушить. Можно сделать его чуть поплотнее, если вам такой сильный переход не нравится. Но на длине он хорошо смотрится, в принципе клиенты не жалуются. так, ну что же, у нас практически все, остается маленький нюанс перекрытие топом, и смотрите, если мы с вами чуть-чуть выпили с внутренней стороны ноготочек, даже если это буквально там полмиллиметра, нам все равно нужно обязательно с внутренней стороны перекрыть тоже. Я это делаю тем же топом, которым буду перекрывать сверху. Беру кисточку, вытираю и легонечко вот так прокрашиваю с внутренней стороны. и потом только уже с внешней. Есть в этих гелях, конечно, свои нюансы работы, да, они не настолько прям хорошо перекрывают, вернее, дают вот этот переход. То есть немножко мне пришлось на коротких ногтях еще прокрасить, чтобы поплавнее переход был, потому что в основном я на длинных ногтях работаю, там как бы с этим не сильно бросается в глаза, потому что основная масса она все-таки яркая. Ну и плюс все равно декорируем какими-то блестками, еще чем-то. Так, перевернула, сцентровала и сушим. на коротких вот в первый раз на себе попробовала, да, есть такой нюанс, что нам пришлось перекрыть еще разочек как цветом, очень тоненько, чтобы от кутикулы вот этот вот переход был еще плавнее. Но это, конечно же, за счет того, что у нас очень сильно пигментированные гели. Вот, очень интересно, как они будут себя вести, если ими делать растяжку. Обязательно тоже попробуем мастер-класс снять на эту тему. Посмотрим. Вот, но пока вот такой у нас итог получился. Сейчас просмотрим хорошо, подсушу. Очень крепкий, свободный край получился. На тонкие ногти укрепление идеально. Я рекомендую вот те даже девочки, которые работают на гель-лаках, ищут постоянно какую-то базу жесткую для укрепления. Не мучайтесь, возьмите для тонких, слабых ногтей просто гелевое покрытие. Это не так уж и долго. Да, здесь придется попилить немножечко, но, тем не менее, это будет намного надежнее. Вот такой у нас ноготочек получился. Смотрите, я на него на торец нажимаю, вообще не прожимается абсолютно. И вот так тоже, он абсолютно жесткий. Вот, то есть, вот эта часть у нас, которую мы укрепляли от зоны стресса к торцу, да, она очень жесткая и надежная. И даже если клиент у нас будет постоянно ей что-то делать, все будет в порядке. Тем более, мы с вами немножечко дали толщину на свободный край, да, специально, не убирали длину, и при подпиливании длины вот эта вот толщина у нас раскрылась, мы ее чуть-чуть, буквально полмиллиметра с торца, с внутренней стороны выпилили, запечатали, и даже если наш клиент постоянно печатает или что-то шкребет, да, у нас гели так или иначе немножечко начинают ну, как бы подтираться, то в этом случае все равно у нас останется покрытие целым до конца носки, потому что ноготь у нас ушел вовнутрь, и первое, на что у нас идет упор при нагрузке, это на чистый гель. Вот такое укрепление, даже коротких ногтей, вот такой у нас переход получился, да, мы его подкрашивали, но, да, не сильно плотно, мы гели не заводим с вами под кутикулу, потому что там точно будут тогда отслойки, вот, но вот такой вот переход, он будет плавно все равно отрастать, вот, и клиент будет доволен. Очень классные гели в плане того, что ими можно и наращивать, и укреплять, делать коррекции, единственное, что мы не можем там углы по воздуху нарастить, потому что нам консистенция не позволяет, но консистенция очень крутая в плане того, что быстро работать, быстро выравнивается на ногтевой пластине. вот, вот такой у нас с вами был информативный небольшой прямой эфир, спасибо большое, что были со мной, вот, прошу прощения в начале за шум, я надеюсь, больше такого не повторится, вот, и всем желаю хорошей рабочей недели, она уже скоро закончится, скоро выходные, все, всем до свидания.